Пятый из признаков правильного мышления и составляющих, так скажем, сарафитских, присущих правильному маннаджу, качеств мышления, это то, на что указали, положили как принцип предшественники, имамы в своих словах, мусульманин должен желать для мусульман блага и не желать для них зла, не желать для них плохого. Мусульманин должен любить хаир, благо для мусульман, и ненавидеть зло для мусульман. Вот это вот важный принцип. Еще раз, свое мышление должно быть построено на этом. Я хочу для мусульман чего? Добра. Я ни в коем случае не хочу, чтобы мусульман как снос какой-то зло. Вот исходя из этого принципа мыслей, пусть свое мышление строится на этом принципе всегда. Строится ли на этом принципе? Я хочу для мусульман благо, я хочу для них хаир, я наоборот хочу, чтобы не было плохо для мусульман. Мусульмане, мужчины и женщины, они таковы, что между ними царит любовь ради Аллаха, субханава та'аля. Помощь друг к другу и близость друг к другу в Аллахе, субханава та'аля. Поистине верующие, они братья, говорит Аллах, субханава та'аля. Слушайте эти слова. Братья. Верующие мужчины, верующие женщины, они близки друг к другу, помощники друг к другу, говорит Аллах, субханава та'аля. То есть они любят друг друга, они помогают друг другу, они хотят блага друг для друга. Только, если у тебя будет вот эта основа в твоем мышлении, что ты хочешь для мусульман добра, это даст тебе спокойствие в мыслях, это даст тебе правильное мышление, правильное размышление в том, как решать какие-то проблемы. Потому что ты исходишь из этого, как лучше сделать для мусульман, чтобы для них было благо. Некоторые люди так рассуждают, вот такие-то, такие-то, в них только зло там и все, от них только проблемы, поступают только так, все. И не хотят для них никакого блага, но основа наша не такая. Кто бы ни был, если человек в луне ислама, то мы для него хотим чего? Мы хотим для него хаэр, мы хотим для него блага. А если человек какой-то на прямом пути придерживается правильного пути в Мангаджи, в Акиде, на правильном пути человек, тут мы что? Мы радуемся этому, мы помогаем ему, стараемся его поддержать, помочь в этом. Почему? Потому что он двигается в соответствии с правильным Мангаджи. На пути правильных предшественников он, на пути Мангаджи, ученых, раббанин, набожных ученых, которые прочные в знании. А если, наоборот, мы видим человека, у которого какая-то ошибка есть, мы опять хотим для него блага, значит, мы что делаем? Даем ему наставление, разъясняем ему его ошибку, не отрекаемся от него. Это очень важно. Ведь мы предостерегаем от бедатов, да, предостерегаем от бедатов, вот так же, беда. Но означает ли это, что ты вот людей, которые попали туда, в этот беда, в это заблуждение, что ты отрекаешься от них, вот так просто оставляешь их, или ты, по мере возможности, исправляешь. Ты желаешь для них блага, чтобы они встали на прямой путь. Да не только мусульманину ты желаешь блага, чтобы он встал на прямой путь. Мы всем желаем. Мы всем желаем хаир, всем желаем блага. мы для всех желаем счастья если ты видишь что человек он до заблудился он где-то допускает ошибку даешь ему наставление разъясняешь в чем его ошибка не отрекаешься от него почему потому что любовь человеку она бывает соответствии по мере чего его имана каждый верующий человек в отношении него есть любовь в той или иной мере в отношении него есть помощь и поддержка в той или иной мере даже если кто-то ойям то есть поступать несправедливо притеснитель какой то ищи суда мусу на вячеслав мусульман ты помогаешь ему ты должен помогать ему до помогаешь ему про колеса ратасом где помоги своему брату как притеснителю так притесняемые люди сквер Options корня понятно помочь а как же притеснитель это помыть что скоп рукари саратус рамуть удержи его от гульма то есть может кого-то придется удержать задержать схватить за руки для чего то что хочешь для него блага или про калий саратов суббит удивляюсь ли людям которых ведут в рай в цепях даже когда сражаются с кем-то мусульмане если с кем-то борются до кого-то там в цепи заковали там в крита кандалы закова и опять для чего желая желая благо просто сам будет удивляюсь людям которые ведут цепях в цепях ведут в рай в чем цепях то есть человек в заключении он в цепях для чего это делается чтобы его удержать от плохого и направить хорошо тоже желая для мусульман благо если ты будешь желать вот так вот благо любить хаер для мусульман это даст поверь это даст тебе такую широту такой простор в сердце это даст тебе правильные эмоции правильные чувства если ты живешь для них хаер но все это конечно должно быть как в рамках должно регулироваться нормами нормами шариата потому что конечно махабба это любовь к мусульманам она регулируется адабаббит то есть регулируется определенными правилами которых мы с вами упомянули это блага какая черта правильного мышления 5 6 черта правильного мышления все общих черт мы говорим сейчас в общих чертах которые влияют на правильное мышление у человека должна быть такая вещь как аль-гайра аль-гайра это переживание за религию это ревностное отношение ревностное отношение которое подчинено нормам и правилам шариата аль-гайра обязательно нужно но это ревностное отношение переживать должно быть в рамках шариата вот это дает правильное мышление мусульмане нуждается в том чтобы прочно придерживаться истины стойко нуждается стойком нахождение на прямом пути нуждается в том чтобы в душе у него было желание помочь истине поддержать призыв правильно и так мусульмане нуждается в том что прочно придерживаться истины до стоять на прямом пути стойко до чтобы желать помочь религии помочь истине да значит а для этого нужно что-то о чем сейчас с вами говорим должно быть аль-гайра аль-ислам то есть переживательное отношение к исламу ревностное отношение к исламу переживание за мусульман ревностное отношение к заповедям аллах субханава тааля если у тебя будет такое переживание аль-гайра тогда у тебя мышление будет правильным мышлением если у тебя не будет этого то значит у тебя не будет правильное мышление ты не будешь переживать о положении умы ты будешь готов оставь зачем это нужно это не нужно это не нужно а если у тебя есть это переживание да тогда ты будешь сопереживать положение мусульман будешь задумываться переживать заботиться о том в чем находится это ума их обстоятельства у тебя будет гаира у тебя будет что гаира то о чем мы с вами даем ревностное отношение в отношении установления в особо наталья в отношении мусульман том чтобы их обучить в том чтобы их призвать в том чтобы помочь чтобы их укрепить сервера необходимо правильное мышление будет если у тебя нет этого потому что если у тебя нет этого значит и какой быть мышления какая разница мы погибают погибают Ну распространяется заблудшие, ну распространяется. Ну аглюльбидра там заблудшие распространяется, ну распространяется, там ничего. Если не будет гаира, значит не будет правильного мышления у тебя, ревностное отношение если не будет. Но конечно ревностное отношение, оно должно строиться на правилах, подчиняться нормам шариатов. Почему? Потому что если это будет гаира, просто такое ревностное отношение, переживание, усердное, но оно не будет в рамках шариата, не подчинено, не будет в рамках шариата, то это приведет к чему? Приведет к разным нарушениям и вредным последствиям. Так, хайра, вот это переживательное отношение, оно побуждает человека к чему? К чему ведет? К стойкости, правильно? Человек будет стойкий на истине, если у него есть переживания. Это поможет ему идти правильным путем, это поможет ему не поддаться влиянию шейтана. Как Ибн-Уль-Каим, он говорит в одной из своих книг, что из самых важных причин отведения козни шейтана, это ревностное отношение человека ради Аллаха. Когда у человека есть такая ревностность в религии, это из вещей, из факторов, которые наиболее сильно отводят шейтана. Аллах, у него есть гайра. Аллах, ревнует, как сказано в хадисе. У Аллаха ревностное отношение. У нас должно быть ревностное отношение, когда попираются границы Аллаха, субханава та'аля. В хадисе сказано, инн Аллах ягар, поистине Аллах ревнует. Верующий человек тоже ревнует, ревностно относится к соблюдению, установлению Аллаха, субханава та'аля. И пример в этом кто? Главный. Посланник Аллаха, саллаллаху алейху асалям. Итак, Аллах ягара нужна обязательно. Ревностное отношение нужно. Почему? Потому что без этого ты не будешь стойко придерживаться истины, не будешь находиться на прямом пути. Это Аллах ягара позволит тебе быть стойким и отведет от тебя козни шейтана. Но при этом, как мы сказали, Аллах ягара побуждает, побуждает к стойкости, но Аллах ягара может побудить человека к чему? К тому, что он пойдет в каком-то неправильном направлении, порицаемом направлении. Например, будет совершать дигаат неправильным путем, или будет исправлять мункер, исправлять порицаемое, не шариатским способом. Или будет проливать кровь, или будет портить имущество, или совершать еще какие-то запрещенные вещи. Почему? Потому что это его гаира, это его переживание, оно не подчинено до лаби, то есть правилам шариата. Итак, у нас две опасности. Если человек решен, вот это переживательное отношение, резонственное стремление, так что его ничего не волнует, не приказывает одобряемое, не удержит от порицаемого, это проблема. Хорошо. Если не подчинено правилам шариата, не основано на знании и на терпении, тоже проблема. Так, ревностное отношение должно обязательно регулироваться правилами шариата, построено быть на двух вещах. Это аль-ильм и собр. Аль-ильм, знание и собр. Обязательно нужно знать шариатские хукмы, чтобы ты мог понять. Вот это твое усердие, этот твой пыл и ваера, вот это ревностное отношение, оно похвальное или нет. Итак, нужно знание, чтобы понять, твое ревностное отношение похвальное или нет. Потом нужно, что второе мы сказали? Сабр. Нужно терпение. Для чего нужно терпение? Чтобы не выйти за рамки, установленные шариатом для вот этого ревностного отношения. Не выйти за рамки правильного, соответствующего шариату ревностного отношения. Для этого нужно терпение. Пророк Алейх Саратул Сарам, сколько находился в своем народе? Сколько посланник Аллаха, ну, призывал свой народ? Сколько? Это вопрос тем, кому меньше 18 лет. А. Сколько, ну, призывал свой народ? В течение какого времени? Хорошо, кому 19. Выше возьмем. Да. В 900 с лишним. В хамду лиллях. Точнее. А. Варакалжи. Почему 56 именно? 950. Я не знаю, если бы, может, солнечными годами считать, там, любым, что-то изменится, не знаю. 950, говорит Аллах Субханава Тааля. Сурья Анкабуд. Альфа сана. Илля хамси наама. Тысяча лет без пятидесяти, сказано. Сурья Анкабуд. Валаказар сэльна нухан илля кауми, фалаби сафим, альфа сэнатин илля хамси наама. Вот отправили имя нуха к его народу, и он пребывал среди них тысячу лет без пятидесяти. Фа ахазахуму туфан, вагум лалимун. А потом схватило их наводнение. И они были лалимун. Они были беззаконными. В то время, когда они совершали беззаконие. А потом мы спасли его и тех, которые были на ковчеге, и сделали этот ковчег айя. Сделали знамением для миров. Этот ковчег оставался долгое время. Даже первое поколение говорят. Некоторые сообщения есть о сохранности этого ковчега. В первых поколениях. То есть кто-то вначале это ум еще застал. Что-то из этого. Как бы то ни было. Аллах Субханатар сделал этот ковчег знамением для нас всех. Вопрос. Почему? Смотрите. Сурья Анкабуд. Всего два аята по поводу нуха. История нуха здесь описывает его двух аят. О которых мы сейчас с вами упомянули. В Коране много историй о пророках. Правильно? Мы должны с вами знать, что в какой бы суре не упоминалась некая история в каком-то виде о каком-то из пророков, обязательно это делается с некой целью. С некой великой мудростью. Мы видим в некоторых сурах, история о пророке каком-то приводится в сорока аятах. Или пятьдесят аятов. Или шестьдесят аятов. Или больше. Бывает, сура целиком посвящена истории какого-то пророка. Например, сура Юсуф. Или сура Нур. Бывает, сура названа по имени какого-то пророка. Сура Вуд. Почему иногда кратко, почему иногда развернуто приводится история кого-то из пророков? Здесь этот вопрос не относится напрямую к нашей лекции, к нашему вопросу, но интересен и полезен. Сура Анкабудусть, в данном случае, сколько аятов мы привели? Два аята всего. Почему? Почему не так развернуто? Потому что целью является вот этого приведения двух аятов упомянуть время. Обратить внимание на что? На срок призыва. И пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти лет. А потом итог. А потом схватило их наводнение. За то, что они были несправедливы. То есть, в данном случае не упоминается подробность этой истории. Почему? Да потому что сура эта, сура Анкабуд, она имеет определенную цель. Определенное предназначение. В частности, эта сура, сура Анкабуд, она предостерегает от такой вещи, о которой мы сегодня говорили. Фитна. Искушение. Поэтому эта сура начинается с чего? Неужели люди думают, что они будут оставлены только потому, что сказали, мы уверовали, и они не будут подвергнуты искушению или испытанию. Мы уже испытали, подвергли фитне. Фитна это что? Испытание. Подвергли испытаниям те, которые были до них. Непременно Аллах узнает, кто правдив, а кто является лжецом. Мы подвергли испытанию фитне. Это сура, к чему посвящена? Испытанию фитне. То есть, то, что вам рассказывают, если посмотреть суран Анкабуд, она посвящена этому вопросу, вопросу испытания. И рассказывается, в частности, здесь два аята. Приводится, о ком Анухе, алейхиссалам. Два аята всего тоже связаны с чем? С испытанием, с искушением. И где выход из этого испытания, на которое указывает этот аят? А на какое испытание указывает этот аят? Итак, сура Анкабуд посвящена чему? Фитне, испытанием Аллах, начинай с этого. Будете испытаны. Вы будете испытаны, непременно. Вспоминаются разные виды испытаний. В аятах, про Анух, алейхиссалам, два аята всего мы сказали. Вспоминается время, да? Эти аяты тоже, потому что посвящены, упоминают некое испытание. Какое испытание? Фитна посредством чего? Посредством срока. Посредством времени. Та самая фитна, которую не могут пройти, то самое испытание, которое не могут выдержать многие люди. Срок проходит, а ничего не выходит. И ничего не меняется. Результатов мы не видим. Десять лет прошло, ничего не произошло. Двадцать лет прошло, не видим изменений. Тридцать лет прошло, не видим изменений. Призыв не приносит никакой пользы. Это испытание для призывающих. Сколько людей, которые до десять лет уже призывал? Двадцать лет, да сколько можно? Сколько можно призывать уже? Ничего не меняется. Вот вы говорите, тасфиотербия. Нужно очищать. Очищать религию. Очищать от всяких щирков. Видов щирка. Направление щирка. Щиркият. Однововведение. Воспитывать поколение на этом. Заниматься призывом. Кто в еду, к сунне. Сколько можно? Десять лет, двадцать лет, тридцать лет занимаемся этим. Сколько можно? Пора уже переходить к вооруженным действиям каким-то, говорят они. И не могут пройти это испытание. Нух, алейсалам. И Аллах, субханаля, приводит нам здесь испытание временем, которое в истории Нух, алейсалам. И какой выход из этого испытания. Далиль на выход. Нух, алейсалам, сколько пробыл? Тысячу лет без пятидесяти. Девятьсот пятьдесят. Какой результат? Результат. Взмолился к Аллаху, субханава та'аля. Аллах, субханава та'аля, не спасла помощь ему. И тем, которые за ним последовали. Сказаны были погублены те, которые были беззаконны, которые отвергли призыв. Но какой срок? Какой срок? Поэтому эти аяты, они содержат для тебя предостережение от того, чтобы не пройти испытание, которое называется время. Чтобы ты не стал говорить, вот делаем, 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 никакой помощь. Пора уже какие-то нам предпринять какие-то действия, потом совершать какие-то безрассудные действия, которые оборачиваются бедой для всей ума. Оборачиваются кровопролитием, жертвами, разрушениями. Потом говорят, а почему? Делай то, что тебе положено. Вот мы делали, делали, должен же быть какой-то результат и так далее. И потом отходят от правильного шариатского пути и метода. Поэтому на все вещи обязательно нужно смотреть. А мы сейчас с вами говорим о чем? Ревностное отношение. Оно должно быть построено, мы сказали, на чем? На знании и на терпении. Если ты будешь смотреть на вещи без знания и без терпения, тогда ты пойдешь наперекор. То есть, обладатель твердой решимости из числа посланников. Аллах, Субхану Азарь, что сказал, провокалия Сарату Санам. Терпи так, как терпели обладатели твердой решимости из посланников. И не спеши с ними. А в другом аяте, посмотрите, что говорит Аллах, Субхану Азарь. Терпи. Поистине обещание Аллаха истины. Это хорошо, что у тебя есть такое рвение, такое ревностное отношение к религии. Но оно не должно заставить тебя выйти за рамки шариата. Поистине обещание Аллаха истина. И пусть не сделает тебя легковесными те, которые не убеждены. Пусть не сделают тебя легковесными те, которые не убеждены. Пусть не заставит тебя совершать легкомысленные поступки. Или произносить легкомысленные речи. Обрати внимание, тот, кого его гайра, ревностное отношение, его сила в религиозности, заставляет совершить какие-то вещи, которые приносят вред мусульманам. Это аят о нем. Это значит, что его заставили поступить легковесно те, которые не убеждены. Понятно или нет? Аллах, Субханатлик, говорит, терпи, пусть не заставит тебя быть легковесным, поступать легковесным те, которые не убеждены. Если ты из-за своего рвения, ревностного отношения поступил как-то, совершил какие-то вещи, которые обернулись горем, вредом для умма, для мусульман, значит, вот то случилось, о чем сказано в аяте. Тебя заставили стать легкомысленным. Те, которые не убеждены, неверующие и прочие. Пророк Али Сарату Ассалам. Как поступали с ним мушрики? Как поступали с ним многобожники в Мекке? Что они с ним делали? Как они мучили, истязали, досаждали пророк Али Сарату Ассалам и его последователям? Так что сподвижники даже спросили его у посла Николая, если хочешь, может, мы возьмем мечи и нападем на людей в Мине. То есть на всех вот этих многобожников неверующих. Отчего нас это мучают, притесняют? Если хочешь, оголим мечи, а уже нас немало достаточно. И выступим против них, вылезем, вылазку совершим. Что сказал Пророк Али Сарату Ассалам? Нет, нам это не приказано еще. Нам это еще не приказано. Мне это еще не приказано, сказал Пророк Али Сарату Ассалам. То есть нет шариатского довода на такой поступок. Нужно руководствоваться шариатским доводом, позволяющим это сделать, приказывающим это сделать. Значит, Аль-Гаира, то есть вот это ревностное отношение Баракалуфикум. Эта вещь нужная, она требуемая вещь, но только обязательно как в рамках шариата, руководствуясь правилами шариата. Мусульманин в этом должен основываться на двух вещах, каких? Ла-Ильм, знание и ас-сабр, и терпение. Обязательно должно быть знание, чтобы не было поведения невежественного. Обязательно должно быть терпение, чтобы не принести какой-то вред этой религии. Человек видит какой-то мункер, какое-то порицаемое, что-то, да? И делает что-то, что противоречит терпению, которому приказано. Или противоречит знанию религиозному. Такой человек, он не думает правильным мышлением, о котором мы сейчас с вами говорим. Мангач его мышление, он неправильный. Это было шестое. Шестая черта правильного мышления. И седьмая черта. Тоже очень важная. Их, конечно, больше, чем семь. Но мы коснемся семи. Седьмая черта правильного мышления, влияющая, вещь, влияющая на правильное мышление, это предоставление вопросов специалистам этого вопроса. Тем, которые уполномочены решать эти вопросы. Сегодня говорят, как? Это называют профессионалы, специалисты, да? В терминологии шариата это называется кто? Аль. То есть люди, которые предназначены для этого. Мусульманин может все знать. Все уметь. И везде преуспеть. Нет, не может. Ты каждую вещь можешь изучить, и в каждой вещи стать специалистом можешь? В каждой вещи стать специалистом можешь? Не можешь. Ты можешь быть врачом, одновременно врачом, инженером, ученым в шариатских науках, призывающим ученым, мудрецом, воспитателем при этом, политиком, лидером, предводителем, мудрецом, мудрецом, все одновременно. Ты сможешь? Нет, не сможешь. Ну невозможно это, правильно? Невозможно. Поэтому обязательно вопросы нужно оставлять кому? Предоставлять кому? Или аглиги, то есть специалистам, тем, которые в этом разбираются, которые уполномочены в этих вопросах. Если вопрос связан с фетвой, шариатской, религиозной, связан со знанием, связан с религией, кому нужно предоставить это? Аль-Улама, ученым, твердым в знании. Правильно? Аллах, субханна-та-Аля, говорит об этом принципе в Куране. А когда приходит к ним какой-то вопрос, возникает перед ними вопрос, который связан с безопасностью или страхом. Они начинают распространяться об этом. Говорить, разглагольствовать, выносить суждения. А если бы они обратились с этим к посланнику и к обладателям влияния среди них, специалистам среди них, то от них бы эту информацию узнали те, которые могут сделать, извлечь правильные выводы, принять правильные решения. Посмотрите, какой великий аят. Аят приказывает нам обращаться к кому? К кому? К чему? К специалистам, к знающим этот вопрос. Если вопрос касается управления государством, каких-то там политических вопросов, положения народа, исправления там ситуации в государстве, каких-то там, не знаю, реформ в стране. Кто этим занимается? Это кто? Правители. Это полномочия правительства. Хорошо? Я не могу сейчас решать за правителя, почему в какую-то там войну не ввязывается, почему чего-то там он не делает. Я не знаю всю ситуацию, все положение. Или почему какая-то там реформа где-то не так проводится. Если вопрос касается знания религиозного, вопросов шариата, фетв, что человек должен делать, что человек не должен делать, вопросов призыва и так далее. Если это к кому относим мы, к обладателям религиозного знания. Если до нас доходит какой-то вопрос, связан с безопасностью или со страхом, какое должно быть у нас правильное мышление в этот момент? Признак правильного мышления? Разглагольствовать об этом, рассуждать направо и налево, выпускать всякие выпуски там, писать чего-то там, выступать? А? Нет. Каждый может говорить, что хочет, в таком случае? Нет. А как поступать? Так, как говорит Господь. Как говорит араб, как говорит Аллах, субханава тааля. А что говорит он? «Валяураддуху иляррасууля». Если бы они с этим обратились к посланнику, когда он был живой при жизни, к нему, после его смерти, к обратиться к чему? К сунни, посланник Аллаха, саллаху алейкум. Если бы обратились к посланнику и, дальше сказано, к обладателям влияния, знания, специализации из них, то есть, в зависимости от специализации, обращаешься к тому или к этому, то узнали бы от них об этом те, которые смогут сделать правильные выводы, извлечь правильные выводы, принять правильные решения. А потом, чем аят заканчивается? Дальше, что говорит Аллах, субханава тааля, кто помнит? Если бы не щедрость Аллаха к вам и милость его, если бы не великодушие Аллаха к вам и милость его, то последовали за шейтаном все вы, кроме немногих. Вы бы последовали за шейтаном, кроме немногих. Почему Аллах, субханава тааля, об этом говорит? Если бы не милость Аллаха к вам, вы бы последовали за шейтаном, кроме немногих. Почему Аллах говорит? Потому что следование шейтану бывает и заключается, проявляется в чем? В нарушениях, в размышлении. Следование шейтану – это что такое? В чем оно проявляется? Нарушение в размышлении, в тавкир, в мышлении. Если шейтан заставляет тебя, склоняет тебя думать, мыслить неправильно, тогда происходят все беды. Искажается акрида. Он заставил тебя думать неправильно, шейтан. Использует не те способы для мышления, не тот путь. Происходят ошибки в акриде, происходит нарушение в поклонении, происходит нарушение в манаджи, происходит нарушение во взаимоотношениях с людьми, даже в отношении самого себя, в отношении тех, которые с тобой и так далее. Поэтому предоставлять вопросы специалистам – это обязательно. Приходит какой-то вопрос, сталкиваемся с какой-то ситуацией, основа какая, кому мы должны отнести, на кого опереться в этом? На аль, на аль, на аль, на аль. То есть на тех, которые уполномочены и понимают. Ты говоришь, например, какой-то вопрос. Нет, это, говоришь, это из полномочий кого, специализации кого, правителей. Это, говоришь, нет, это вопрос улема и так далее. И ты не берешь на себя его решение. Это не значит, что ты как-то не участвуешь, не спрашиваешь, не интересуешься этим вопросом. Ты рисуешься, спрашиваешь там и так далее. Но ты не должен сделать свое мышление, свое размышление судьей. Почему? Потому что ты не в состоянии извлечь правильные выводы. Кто может правильные выводы извлечь? Аль-Аль-Ахасус, то есть специалисты. Это элементарно можно в каких-то бытийно-житейских вопросах увидеть. Например, если ты строишь дом, ты себе там чего-то думаешь. Да у тебя есть какое-то мышление? Да, ты думаешь, вот так надо сделать, вот так, вот так, вот так, вот здесь, вот то сделать, вот то, вот, и думаешь. Ты нарисовал себе какую-то картину, у тебя есть какое-то мышление. Потом ты зовешь специалиста, специалист говорит, нет, никак нельзя. Не пойдет. Такое нельзя. Признак правильного мышления? Это обратился к специалисту и подчинился ему в этом вопросе. Принял то, что он говорит. Правильно или нет? Да. Хорошо, врач. Пришел ты к врачу. А, ты сам говоришь, да не, сейчас операцию еще не нужно, еще нужно отложить эту операцию. Не сейчас, через годика два там сделаю. Или три. Приходит врач, говорит, какой два-три. Немедленно, немедленно на операцию, срочно. Правильное мышление? Спросить врача и выполнить то, что он говорит. То есть у человека, у него что, у него есть какое-то свое мышление, но он непременно должен обратиться к улюль-амр, к асхабу-тахасосу, то есть к людям, имеющим специализацию в этом вопросе, последовать их совету. Вот это и есть от тавкир ас-сахих, то есть правильное мышление в этом вопросе. Это некоторые из маалим тавкир ас-сахих, то есть признаков, черт правильного мышления. Иншаллах, закончим с вами эту лекцию завтра. Субтитры создавал DimaTorzok